Здравствуйте, мои дорогие! Тёплый октябрь. Книга автора Стендаль «Красный и чёрный». Пока ещё 40 градусов. Можно послушать эту книгу, записать пару роликов. Возле трассы мне сегодня предстоит идти. И порядок, добавил Маркиз, снова переходя на лёгкий, шутливый тон, который был ему так свойствен. Пока мы будем беседовать, вы испишите страниц 20, потом мы вернёмся с вами домой и выкроем из этих 20 страниц 4. И вот эти 4 странички вы мне прочтёте завтра наизусть вместо всего номера Котидьян. А затем вы тотчас же уедете. Вы отправитесь на почтовых и будете разыгрывать из себя молодого человека, путешествующего ради собственного удовольствия. Ваша задача будет состоять в том, чтобы ни одна душа вас не заметила. Вы приедете к очень высокопоставленному лицу. Там уже вам потребуется проявить некоторую ловкость. Дело в том, что вам надо будет обмануть всех, кто его окружает, ибо среди его секретарей, среди слуг его есть люди, подкупленные нашими врагами. Они подстерегают наших посланцев и стараются перехватить их. У вас будет рекомендательное письмо, но оно в сущности не будет иметь никакого значения. Как только его светлость взглянет на вас, вы вынете из кармана мои часы. Вот они. Я вам даю их на время вашего путешествия. Возьмите их, чтобы они уже были у вас, а мне отдайте ваши. Герцог самца изволит записать под вашу диктовку эти четыре страницы, которые вы выучите наизусть. Когда это будет сделано, но никак не раньше, заметьте это себе. Вы расскажете его светлости, если ему будет угодно спросить вас о том заседании, на котором вы сейчас будете присутствовать. Я думаю, в дороге вам не придется скучать, ибо между Парижем и резиденцией министра найдется немало людей, которые почтут за счастье пристрелить Аббата Суреля. Тогда его миссия будет окончена. И полагаю, что дело наше весьма затянется. Ибо, дорогой мой, как же мы сумеем узнать о вашей смерти? Ваше усердие не может простираться до того, чтобы самому сообщить нам о ней. Отправляйтесь же немедленно и купите себе костюм, сказал Маркиз, снова переходя на серьезный тон. Оденьтесь так, как это считалось в моде, ну, скажем, тому назад два года. Сегодня вечером вы должны иметь вид человека, мало заботящегося о своей внешности. А в дороге, наоборот, вы должны быть таким, как обычно. Это вас удивляет? Я вижу, что подозрительность ваша уже угадала. Да, друг мой, одно из почтенных лиц, чью речь вы услышите, вполне способны сообщить кое-кому некоторые сведения, а потом вас отлично могут попотчевать опиумом на каком-нибудь гостеприимном постоялом дворе, где вы остановитесь поужинать. Уж лучше дать тридцать лье крюку, сказал Жюльен, и не ехать прямой дорогой. Я полагаю, речь идет о Риме. У маркиза сделался такой надменный и недовольный вид, какого Жюльен не видал у него со времени брелео. Об этом, сударь, вы узнаете, когда я сочту уместным сообщить вам это. Я не люблю вопросов. Это был не вопрос, горячо возразил Жюльен. Клянусь вам, сударь, я просто думал вслух. Я искал про себя наиболее безопасный путь. Да, похоже на то, что ваши мысли видали где-то очень далеко. Не забывайте, что посланник, да еще в ваши годы, ни в коем случае не должен производить впечатление, что он посягает на чье-то доверие. Жюльен был чрезвычайно смущен. Действительно, он сглупил. Его самолюбие пыталось найти оправдание и не находило его. И учтите еще, добавил господин Деламоль, что стоит только человеку сделать глупость, как он пытается тотчас же сослаться на свои добрые намерения. Час спустя Жюльен уже стоял в передней маркизе. Вид у него был весьма приниженный. На нем был старомодный костюм с галстуком сомнительной белизны. Он был похож. Ну что ж, закончилась еще одна часть авторостой медали Счастья, вам удачи, любви, успехов. Встретимся в следующих роликах. Не переключайтесь. Пока-пока.